Солнце Сонные, ленивые пчелы В мумидоле Начинался один из прекрасных Летних деньков Но Что это за ужасный вой? Похоже, он доносится с моря Это же Какой ужас Что это за вой? Смотрите-ка К нам бежит муми-тролль Интересно, куда это он Собрался так рано Давайте-ка у него спросим Ой-ой, помогите Ой, как ты меня напугал А ты кто? Я уж было подумал, что это ты Так страшно и громко воешь А ты совсем не страшный Даже симпатичный Ты слышал этот ужасный вой? Вот уже несколько дней и ночей С моря доносится громкий вой И ни один житель мумидола не может уснуть Я решил положить этому конец Я иду к Снорку посмотреть на его новое изобретение Летучий корабль Надеюсь, он разрешит мне им воспользоваться Тогда я отправлюсь к морю И разузнаю, кто это так страшно завывает Хочешь полететь со мной? Тогда пойдем к Снорку Быть может, корабль уже готов Ого, как ты быстро добежал Ну, конечно, у тебя же ноги длиннее, чем у меня Это Снорк Он строит летучий корабль Но, кажется, у него что-то не ладится Доброе утро, Снорк Доброе утро, муми-тролль Похоже, утро у тебя началось неважно Как продвигается строительство корабля? Угадал Не хватает нескольких деталей А без них корабль не полетит Мне нужны якорь, штурвал и пропеллер Самого лучшего качества Как назло куда-то запропастился мой чертеж И с двигателем что-то не так Это двигатель? Нет, это коробочка с моим завтраком Вот пытаюсь вспомнить, как она открывается Если ты проберешься в этот люк, может тебе удастся выяснить, что случилось с двигателем Значит, пока корабль не на ходу, то есть не на лету Мы не сможем узнать, кто так ужасно воет И попросить его замолчать Именно! Так, все ясно Значит, нам нужно найти якорь, пропеллер, штурвал и чертежи корабля После этого надо будет попробовать починить двигатель Когда корабль будет готов, мы, наконец, сможем отправиться к морю Это Мумидол Может, поможешь мне отыскать всякие штуковины для снорка? Откуда начнем? Ух ты! А что это такое? Привет, Муми-троль! Мне что-то стало скучно, и я решила начать готовиться к большой встрече осени К большой встрече осени? Не рановато ли? Ведь лето только началось Да, знаю! Но мне совсем нечего делать И этот войн гоняет на меня такую тоску, что мне захотелось придумать хоть какое-то развлечение Вот я и выдумала эту игру Это будет одно из соревнований праздника осени Хм, звучит заманчиво А можно мне попробовать? Ишь ты! Какой любопытный! Пока нет Игра еще не готова Придется тебе подождать до осени Но если хочешь, можем поиграть в другую игру Кто больше потопит корабликов Все равно тут так тихо и скучно И я не знаю, чем заняться Иди к пруду за домом, если хочешь поиграть Ого! Похоже, ты трудилась, не покладая рук Ха-ха! Когда речь заходит обо всяких играх Тут меня никому не перещеголять Если выиграешь в соревновании, получишь от меня приз Но что это? Я тебе не скажу Это секрет! Интересно, что это за секретный приз? Может быть, это что-то, что нужно с норку для летучего корабля? Хочешь посоревноваться со мной? Тогда иди вон к тому пруду, что за домом А как ты так быстро здесь оказалась? Добежала, конечно Хочешь сыграть в морской бой? Да, это, наверное, весело Ну тогда начинай расставлять кораблики Порядок любой Когда закончишь расставлять Ты должен будешь потопить все мои корабли Кидая в них камешки Выиграй тот, кто первым потопит пять кораблей Ура! Попал! Ха! Попала! Точное попадание! Да! Прямо в цель! Есть! Ура! Ура! Попал! Ха! Попала! Есть! Одно очко в мою пользу Точное попадание! Ура! Ура! Ха! Попало! Ура! Попал! Есть! Точное попадание! Ха! Попало! Ура! Ты просто умница! Мы потопили все ее корабли! Есть! Ура! Попал! Ха! Попало! Попало! Точное попадание! Ха! Попало! Попало! Ура! Ура! Попало! 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 Точное попадание! Есть! Ха! Попало! Точное попадание! Есть! Ура! Ха! Попало! Ура! Попал! Ты просто умница! Мы потопили все ее корабли! Точное попадание! Есть! Ура! Ха! Попало! Есть! Ха! Попало! Ура! Попал! Точное попадание! Есть! Одно очко в мою пользу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ха! Попало! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Одно очко в мою пользу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отлично! Мы победили крошку Мю! Ты отлично справился! Пойдем, я вручу тебе обещанный приз! Поздравляю! А вот и твой секретный приз! Это пропеллер! Какой чудесный приз! Я как раз о таком мечтал! Что? Мечтал о пропеллере? Ты что, глупый? Надо отдать его с норку! Кажется, это пакетик с семенами! Ой, еще один пакетик семян! Привет! Ну что, наигрался со старым пропеллером? Нет, думаю, нам лучше положить это на полку! Отличный пропеллер! Огромное спасибо! Смотри-ка, вон сидит Хемуль! Грустный-прегрустный! Что это с ним приключилось? Доброе утро! А, да! Привет! А почему у тебя такой вид? Неужели твои цветочки завяли от воя? Нет, муми-тролль! Все гораздо, гораздо хуже! Ой-ой! Может, мерзкий муравьиный лев Забрался в твой сад и забросал тебя песком, когда ты попросил его вернуться на пляж? Нет, опять не то! Еще хуже! Да ты все равно не поймешь! Ну, пожалуйста, Хемуль! Скажи, что у тебя стряслось! Может, я смогу помочь тебе? Только что налетел сильный ветер и унес шесть пакетиков с семенами! Потом гадкий ветер перемешал мои драгоценные марки! А может, я помогу тебе найти пакетики с семенами и разобрать марки? О! Я был бы так тебе благодарен! Я даже подарю тебе кое-что! Это якорь! Я нашел его совсем недавно! Не спрашивай меня, как он оказался под землей! Но именно там я его и нашел! Он старый, но выглядит неплохо! Я помогу тебе найти пропавшие пакетики с семенами и разобрать марки! Спасибо! Когда найдешь все пакетики, пожалуйста, отдай их мне! А теперь подойди к столу, если хочешь помочь мне разобраться с марками! Ой, еще один пакетик, Семен! Это лейка Хемуля! Вот они! Мои бедные, перепутанные марочки! В первом альбоме я хочу собрать марки с хемулями, муми-троллями, хатифнатами и другими существами! Переверни марку и проверь, совпадает ли изображение на ней с одной из твоих марок! Когда один из нас соберет все свои марки, альбом будет заполнен! Ты первый! Ха-ха-ха, смотри, как здорово! Молодец! У меня есть такая марка! У меня есть такая марка! Ой, смотри, я разобрал по парам все марки! Теперь давай-ка наклеим их в альбом! А вот и следующий альбом! Сюда я хочу наклеить марки с цветами! У меня есть такая марка! Нет, не совсем верно! У меня есть такая марка! Да, картинки совпали! Отлично! У меня есть такая марка! Наконец-то я разобрал все марки! Не думал, что у меня получится! Давай наклеим их в альбом! В этот альбом я хочу наклеить марки, на которых изображены шапки, шляпы и все, что мы надеваем на голову! У меня есть такая марка! У меня есть такая марка! Хорошо! Молодец! У меня есть такая марка! Да, картинки совпали! Ну как? О! У тебя получилось найти пару каждой марки! Отлично! Теперь давай наклеим их в мой альбом! А здесь я хочу собрать марки с фруктами! То есть фруктами! Я хотел сказать, с фруктами! Отлично! Хорошо! Молодец! Смотри-ка, ты разобрал по парам все марки! Давай-ка скорее наклеим их в альбом! А то ветер опять все перепутает! Марки с числами я наклею в этот альбом! Да, картинки совпали! У меня есть такая марка! Отлично! У меня есть такая марка! Хорошо! Какой ты умный! И как быстро справился! Теперь марки разобраны, и их можно наклеить в альбом! Ага, а вот и мой альбом с животными! Сюда я хочу наклеить марки со зверушками! У меня есть такая марка! Молодец! Да, картинки совпали! У меня есть такая марка! Отлично! Отлично! Ну как? О! У тебя получилось найти пару каждой марки! Отлично! Теперь давай наклеим их в мой альбом! Невероятно! Мы рассортировали все марки! Спасибо тебе огромное за помощь! Но нужно еще найти шесть пакетиков с семенами! Смотри! Вон сидит Снус Момрик! Он ловит рыбку! Может, он нам поможет найти одну из деталей для корабля снорка? Ой, еще один пакетик семен! Это палатка Снус Момрика! Привет! Вот ты где! Я проснулся и увидел, что твоя кровать пуста! Наверное, ты ушел очень рано! Привет, привет! Да уж, я встал вместе с рассветом! Я свистел тебе в окошко, хотел позвать с собой, но ты так и не проснулся! Поэтому пришлось пойти рыбачить в одиночку! Что-нибудь поймал? Нет, кажется, вся рыба куда-то уплыла! Думаю, ее распугал этот вой! Как там у снорка продвигается строительство корабля? Пока дела идут не очень хорошо! Чтобы доделать аппарат, нужно еще несколько деталей! Я только что видел вонючку! В руках у него был какой-то клочок бумаги, он был страшно доволен собой! Как будто опять кому-то напакостил! Спорю на мой хвост, что это вонючка стащил чертеж снорка! Ты ведь поможешь мне его найти? Ну, пожалуйста! Ну, конечно, помогу! Пойдем, покажу тебе, куда он побежал! А вот и вонючка! Разглядывает чертеж снорка! Без помощи сносмобрика мы бы его не нашли! Эй, ты! Несчастный воришка! А ну, верни снорку его чертеж! Без него он не сможет достроить свой корабль! Что-что? Как ты нашел меня, Муми Троль? Ну, ладно, это не важно! Чертеж теперь мой, и я никому его не отдам! Этот чертеж принадлежит снорку, а воровать нельзя! Сейчас же верни его! А знаешь, у меня есть идея! Если ты победишь меня в игре, которую я придумал, можешь забрать свой чертеж! Идет? Вряд ли ты будешь честно играть! Но так и быть! Я согласен! Отлично! Когда будешь готов, скажи, и мы начнем! Ой, не доверяю я, вонючке! Но ты ведь поможешь мне завоевать чертеж, правда? Я готов! Объясни мне правила игры! Ты услышишь крик животного, которое прячется в лесу! Затем появится несколько зверей и птиц, и ты должен будешь угадать, какое животное издало этот звук! Разумеется, если я тебя не опережу! Ну что ж, не думаю, что будет трудно! Значит, если я выиграю, ты отдашь мне чертеж? Не сразу! Чтобы забрать все части чертежа, тебе надо выиграть не один раз! Если угадаешь, кусочек чертежа пододвинется ближе! Но если выиграю я, то заберу его назад! Готов? Тогда начнем! Мо! Мот! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Есть один кусочек чертежа Субтитры сделал DimaTorzok Молодец! Ты отлично справился! Я знаю! Ты жульничал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, какой ты умный! Теперь у нас есть один кусочек чертежа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Молодец! Ты отлично справился! Я знаю! Ты жульничал! Ура! Теперь у нас есть все кусочки карты и можно возвращаться к Снорку Субтитры сделал DimaTorzok Ты точно жульничал? Так нечестно! Жульничать нехорошо! И вовсе я не жульничал! Это же некрасиво! Ты еще и обманщик! Жулик и обманщик! Ну и ну! Тебе просто не повезло, Вонючка! Ты злой и нехороший! К тому же вор! Ведь ты украл чертеж у Снорка! Да ну тебя! Я с жуликами не разговариваю! Ой-ой! Пойдем-ка отсюда! Кажется, Вонючка разозлился! Нет, лучше приберечь это для Снорка Нет, это надо повесить на доску Ты нашел мой чертеж! Невероятно! Теперь я точно знаю, куда какую деталь прикрепить Это Вонючка его украл Вот воришка! Я так и знал, что это его проделки! Ой, как там темно! Не хотел бы я жить в таком месте Ой, еще один пакетик семян Тут есть указатель На нем написано «Осторожно, злое привидение!» Фу! Не люблю привидений! Ой, какое ужасное привидение! Давай потихоньку проберемся мимо него, пока он нас не заметил Кто ты? Ой, извините, я всего лишь муми-троль Я просто ошибся пещерой Я шел проведать господина Змея Он живет в соседней пещере И я уже ухожу, до свидания Нет, подожди! Не уходи! Ты не боишься страшных историй Ну, честно говоря, я никогда не пробовал их писать Да нет, писать ничего не нужно Видишь ли, я член тайного общества привидений Мы собираемся каждую неделю, чтобы послушать Страшилки Сегодня ночью как раз моя очередь Мои друзья придут ко мне послушать истории Но, по-моему, у меня получилось недостаточно страшно Понятно Значит, вы хотите, чтобы я помог вам их приужасить? Да, именно Страшилки должны сопровождаться жуткими звуками Чтобы слушатели по-настоящему испугались Для начала возьми с полки пустую кассету И вставь магнитофон, который стоит передо мной Затем ты услышишь разные звуки Когда я начну читать страшилку Ты должен будешь нажимать кнопку со звуком Подходящим к данному отрывку Если в конце истории мне станет по-настоящему страшно Значит, и мои друзья испугаются, услышав ее К сегодняшнему вечеру мне нужно пять страшилок Ага, значит, ты хочешь послушать историю О малыше-привидении Послушай звуки Стояла летняя пора Лил дождь Малыш-привидение Не мог пойти гулять Поэтому он сидел дома И играл на губной гармошке Вдруг в дверь кто-то постучал Малыш-привидение медленно отворил дверь И увидел там своего друга Который спросил Не хочет ли он поиграть во дворе Ведь дождь уже закончился Ах, кошмар! А вдруг дождь бы так и лил все лето? О, какая ужасно захватывающая история Ага, ты хочешь послушать про голодное привидение? Послушай звуки Однажды поутру привидение проснулось От петушиного крика Привидение было очень голодное И хотела покушать блинчиков Поэтому он пошел на кухню И принял все готовить тесто Затем он налил тесто на сковороду И оно зашипело Когда блины испеклись Он с жадностью откусил кусок Но Фу! Он насыпал соли Вместо муки Какая гадость! Бедный голодный призрак Ему пришлось есть соленые блины Фу! Аж весь дрожу Чудовищная история Давай ее запишем Так ты хочешь послушать сказку О лесной нимфе И самом лучшем привидении на свете? Послушай звуки Лесная нимфа сидела на дереве И плакала Расческа застряла в ее прекрасных волосах И она никак не могла ее вытащить Вдруг из пещеры Вылетело привидение И отрезало Ее длинные волосы Ножницами Лесная нимфа Так рассердилась Что разорвала в клочья Новенькое платье привидения А потом улетела Оставив привидение В одиночестве О! Несчастное, дружелюбное привидение Оно ведь просто хотело помочь Очень страшная история Мои друзья точно придут в ужас Давай послушаем сказку о скелете и снеговике Послушай звуки Когда выпал первый снег Скелет Живший в шкафу Решил пойти во двор Поиграть Он вышел из шкафа Громко хлопнув дверью Оказавшись на улице Он принялся лепить снеговика В это время Мимо дома Промчалась Лошадь Лошадь увидела Морковку Которая была у снеговика Вместо носа И Съела ее Когда лошадь ускакала Скелет Сходил в дом Взял морковку побольше И получше И сделал снеговику Новый нос Ох, как же страшно А вдруг у скелета Не оказалось бы второй морковки Тогда снеговик Так и остался бы без носа Какая жуткая история получилась Давай ее запишем Итак История о привидении в лодке Послушай звуки Однажды ночью Старое привидение Плыло в своей лодке По озеру Вдруг раздался крик Совы От неожиданности Привидение Вывалилось из лодки И упало в воду Подняв фонтан Брызг Бедное До нитки промокшее Привидение Побрело домой И зависло перед камином Чтобы просушиться И отогреться Ох, мне так жутко Несчастное привидение Оно упало в озеро Эта история пробирает до мурашек Призрачных, разумеется Давай запишем ее У тебя так хорошо получаются страшилки Как будто ты сам привидение Мои друзья С затонувшего корабля Начнут заикаться от страха Когда их услышат Спасибо тебе большое Считай, что штурвал твой Вот это штурвал Думаю, снорку он понравится Готов отгрызть себе хвост Если это не самый лучший штурвал Из тех, что я когда-либо видел Вот спасибо Славно повеселились Только у меня немного рука устала От метания камешков Спасибо Но этого недостаточно Чтобы посадить семена Мне нужны все пакетики Нет Кажется, пришли его друзья Привидения из затонувшего корабля Не будем им мешать Это палатка с носмомрика Чертеж у меня Отлично Надеюсь, снорк скоро закончит строительство своего корабля И ты пройтешь к морю, чтобы узнать, наконец, кто там воет Ага Я тоже на это надеюсь Будет очень плохо, если этот вой испортит нам все лето Ну, а теперь мне надо вернуться к снорку и отдать ему чертеж Большое спасибо за помощь Удачи! Ой, еще один пакетик семян Погляди-ка Я нашел твои пакетики с семенами А я уж думал, что никогда их больше не увижу Спасибо Мой милый мумитрол Теперь ты посадишь цветочки? Нет Пока не могу Поскольку цветы эти очень редкие Их семена нелегко посадить Ведь, чтобы они выросли Надо посадить их в строго определенное место На табличках показано, где какое семечко должно быть Если хочешь, я помогу тебе посадить семена Думаешь, у тебя получится? Кажется, без твоей помощи я с этой задачей не справлюсь Сравни картинки на табличках и на пакетиках с семенами И не забудь, что после того, как мы посадим семечко в нужную лунку Его надо будет полить Ух ты! Потрясающе! Невероятно! Какой удивительный образец! Но в моем саду все равно не хватает цветов Вот это да! Какой чудесный цветок! Но это еще не все Ой, как красиво! Но это еще не все цветы Ух ты! Потрясающе! Невероятно! Какой удивительный образец! Но в моем саду все равно не хватает цветов Вот это да! Какой чудесный цветок! Но это еще не все Цветы так прекрасны! Они просто великолепны! Спасибо тебе огромное за помощь! Это очень мило с твоей стороны Вот якорь, который я тебе обещал Может, ты насадишь на него оладьи И приманишь огромного панталожку Или станешь первым в мире коллекционером старых якорей Ну ладно, посижу тут в тиши и покое Полюбуясь цветочками Вот это да! Ты нашел якорь! Это как раз то, что нужно! Большое тебе спасибо! Ха-ха-ха-ха! Ты все-таки нашел все, что мне нужно Для того, чтобы построить летучий корабль! Невероятно! Это завтрак Снорка Да, выглядит он и правда странно Хм... Я вряд ли пролезу в такое маленькое отверстие Лучше попробуй ты Эй, там, внизу! Ты в порядке? Снорк сказал, что эта часть двигателя Приводится в действие водой, но трубы, по которым она должна течь, разъединены Надо повернуть трубы и соединить их таким образом, чтобы получился непрерывный трубопровод Когда соединишь все трубы, поверни колесо слева, чтобы пошла вода Ой, чуть не забыл! Справа находится шкала Когда она заполнится, значит, эту часть двигателя мы с тобой починили Молодец! Продолжай в том же духе Ура! Молодчина! Ура! Молодчина! Ура! Молодчина! Снорк просил передать, что ты просто гений Здорово! Здорово! Молодец! Продолжай в том же духе Ура! Молодчина! Ура! Молодчина! Ура! Молодчина! Снорк просил передать, что ты просто гений Здорово! Молодчина! Снорк просил передать, что ты просто гений Девушки, но не волонтная Ты просто гений и в том же духе. Ура! Молодчина! Ура! Ты починил эту часть двигателя! Славная работа! Чтобы корабль мог летать, надо починить двигатель. Залезь в один из люков корабля, если хочешь попробовать это сделать. Ой, как интересно! Хм, я вряд ли пролезу в такое маленькое отверстие. Лучше попробуй ты. Эй, ты как там? Спустился? Снорк говорит, что тут все не так-то просто. Чтобы строительство корабля благополучно завершилось, тебе нужно зажечь все лампочки. Сосредоточься и постарайся запомнить порядок, в котором расположены части аппарата. Если тебе удастся воспроизвести этот порядок и зажечь все лампочки, эта часть двигателя заработает. Приготовься! Начали! Очень хорошо! Умница! Замечательно! Прекрасно! Очень хорошо! Глазам не верю! Ты такой умный! Ты смог зажечь все лампочки и починил эту часть двигателя. Молодчина! Ты нашел все необходимые детали и починил двигатель. Теперь я смогу достроить мой корабль. Зайди попозже. Уверен, к тому времени он уже будет готов к полету. Смотри, 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 муми-тролль заработала! Ха-ха! Корабль готов к полету! Наконец-то мы узнаем, кто это там воет, и попробуем ему помешать. Скорее на борт! Мы взлетаем! Ой, нет! Не туда! Привет-привет, смоумрик! Вау! Какой странный остров! Да? Вау! Ой, помогите! Я падаю! Вау! Какой странный остров! И дерево такое необычное! А-а-а! О! Здесь на острове вой стал еще громче! Ой, чудовище! Помогите, оно хочет меня съесть! А ты кто? Может, ты сладкая ванильная пирожная? Нет-нет! Я муми-тролль! Я прилетел на этот остров на своем летучем корабле! Хе-хе-хе! Это вовсе не остров! Ты приземлился прямо на мой животик! Ой, как больно! Ой, прости, пожалуйста! Я сейчас же улечу! Нет, муми-тролль! Ты тут ни при чем! У меня болит живот, потому что я объелся сладостей! А-а-а! Так это ты выл так громко, что никто в мумидоле не мог сомкнуть глаз! А почему бы тебе не прекратить есть сладости? О, нет! Ни за что! Это же так вкусно! Я хочу еще... А-а-а! Бедные мои ушки! Пожалуйста, не вой! Вот если бы кто-нибудь принес мне лекарства, чтобы живот перестал болеть, обещаю, что больше никогда не буду есть сладости! А если животик пройдет, ты перестанешь выть? Да-да, конечно! Я больше никогда не буду выть! Ой, ну сейчас просто не могу удержаться! Похоже на аптечку! А ну-ка попробуй открыть! Ого! Да здесь куча лекарств! А вдруг это лекарство поможет морскому чудовищу вылечить животик? Вот только как нам добросить до него таблетку? Это ящик со сладостями! Наверное, он принадлежит морскому чудовищу! Ой! Кажется, корабль сломался! И я не могу улететь на нем отсюда! Ой, мамочки! А вдруг я никогда больше не увижу свою семью? Смотри, какая у него длинная шея! До самых облаков! Вот это да! Я забросил одну таблеточку, но она приземлилась на облако! Так что ты должен перебрасывать ее с облака на облако, пока она не попадет в рот морского чудовища! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, малыш Муми Тролль! Мой живот больше не болит! Теперь я совершенно здоров! О, как хорошо! Боль прошла! Спасибо, что помог мне, малыш Муми Тролль! Как мне отблагодарить тебя? Мне бы очень хотелось вернуться к семье и друзьям! Ах, тогда полезай мне на спину! Там хватит места и для тебя, и для твоего корабля! Это самое маленькое, что я могу для тебя сделать! Ну, прошу тебя, пообещай, что больше не будешь есть так много сладкого! Нам бы очень хотелось, чтобы эти летние ночи снова стали тихими и спокойными! Ну, конечно, обещаю! Отныне я буду есть сладкое только по субботам! М-м-м! И не так много! А теперь держись крепче, малыш Муми Тролль! И мы поплывем к тебе домой! И так уж вышло, что именно Муми Тролль первым отправился к морскому чудовищу! Когда он вернулся в Мумидол, его встретили очень тепло, а Муми Мама устроила по такому случаю праздник! Они накрыли длинный стол, ели и пили до самого утра! Когда же к утру все стихло, морское чудовище попрощалось со всеми, и жители Мумидола разошлись по домам, норам, пещерам и туннелям! Впервые за долгое время они уснули крепко-крепко, и таинственный вой с моря больше не тревожил их сон! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok